здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас музыкально исторический а вот даже сказал биографический эфир потому что у нас сразу два гостя здесь в студии это советский российский журналист писатель кино сценарист редактор музыкальный критик владимир владимирович марочкин и георгий александр барыкин музыкант сам продюсер ну в общем-то люди которые одна фамилия точно вам точно что-то говорит но а само слово марочки наверное тоже придает какого-то определенного авторитета поэтому я рад вас приветствовать студии и сразу же скажу о чем собственно говоря будет наша программа чего посвящена так склад сложилось что совсем недавно начался 70-летний юбилей александр барыкина музыканта нашего советский музыкант вот может так назвать александр барыкин в общем то больше уже ничего не нужно до сего гордо люберцы к отчасти наверное да 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 вот и вышла книга владимир владимировича который называется портрет на фоне эпохи александр барыкин портрет на фоне эпохи и во первых даже не нужно уже не рекламировать не чипс ее нет а все она вся ушла видимо теперь нужно печатать дальше кстати для писателя всегда приятно когда вот книга разошлась по рукам до кроме одного момента одно из самых таких любимых как бы дел дарить книжку когда ее нет это кстати ты дарить течи только то что сказать что да вот да было 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 не успел хотите хотите конечно поговорим о книге как вы понимаете 400-летний юбилей городском округу люберцы и георгия не даст соврать что есть предложение о котором мы тоже сегодня поговорим но прежде всего приятно конечно вот как то я как увидел георгия владимирович и меня сразу это такое ощущение возвращения в некую молодость вот в эту как ну для меня может быть беззаботная хотя время было ого какое и сразу же такой вопрос георгий как прошел 70-летний юбилей понятно что зрители помнят вапу и собственно говоря что вы вкладывали вот в эту дату потому что 70 лет наверняка говорили ну жить даже да еще и жить еще многое же да мы знаем разные варианты тем не менее яркая непосредственно неповторимая вот я сейчас говорю у меня сразу даже клипы просто в глазах в голове идут как прошел юбилей юбилей барыкина прошел достаточно помпезно я считаю потому что мы упорядочили каталог его песен а в первую очередь это очень важно потому что при жизни не было упорядоченного каталога и благодаря издательству джем мы смогли сделать и все поклонники барыкина теперь могут на всех платформах кто ознакомиться кто вспомнить там как раз знаменитый миньон карнавала когда вывода до программы я говорю что только вышло над начался этот карнавал еще даже не было отдельно барыкин не было отдельно кузьмин не было вот то есть все еще были рок-н-ролльщики до ладива девч и группа карнавал она же в какой-то степени сохранилась до герой она сохранилась там три участника золотого состава юрий вильнин он еще играет группе цветы знаменитый гитариста из каланенко он сессионный музыкант и киркорова играл и мегаполисе и пётр бородин он был как раз в бытность записи песни букет в городе киеве как раз на дзз по-моему он работал сейчас он юрист вот они собрались и три человека и замечательный вокалист сергей аттанов мы выступали вместе на авторадио как раз в контексте 70-летие это было видно в январе 22 года критически относится все хотят услышать голос барыкина но тем не менее я всегда говорю нужно напоминать людям потому что записи это запись ну я так скажу что я немножко общаться с вашим папой и я даже вот сейчас слышу нотки голос есть так что вы можете новый секрет мы под одной крыше прожили до до моего 30-летия поэтому неосознанно иногда интонации когда на файд я не специально по я должен сказать что приятно что вот барыкина карнавал как бы существует ловить почему пришла идея написания книги у вас какое-то личное отношение я был знаком хотя и не очень так сказать много я общался с сан саныч и брал него интер и которые в принципе легли на в основу этой книги вот мне было очень приятно самом деле что георгий предложил именно мне написать эту книгу потому что ну во-первых карнавал так сказать это для меня вещь такая святая в какой-то степень я знаковая знаковая это правильно я согласен готов присоединиться потом даст эти совершенно неожиданно мне хотелось написать про люберцы для меня это такое очень удивительные волшебный город с которого начинается для многих людей и для меня в том числе такой открываются врата в будущее когда я впервые ехал в москву как раз вот проезжая люберцы я увидел как вот в окнах домов домов таких белокаменных домов красивых высоких вспыхнул какой такой ну как пожар такой оранжевый такой я даже и хотел обижать там за мамой маму пожар пара и вдруг я понял что это вот солнце отражаются в окнах творческая натура и даже мы недавно с вашей ехали в раменской вот когда садились там на ухтомском . я оглянулся на те самые дома до солнца там продолжают гореть для многих людей она открывает за дорогу в какое-то будущее тоже там не тогда я понимал что какое-то будущее будет необычное очень интересное счастливый лет не факт того то что интересное и необычное это точно вот так и ношу ты случилось не зря горели окна выбирай блюберс вот все самые здесь самое что интересное мне всегда нравилось выбрать их то что вот это казалось бы это уже москва но еще не москва и из-за этого то есть люди здесь стараются быть еще более москвичами чем сами москвич то есть более талантливыми более образованными и не даром здесь появились такие вот прекрасные музыканты как вот барыкин как грини безуглый гитарист группы круизг он конечно сладкарина это совсем близко вот это николай расторгуев или время холстением лидеры купари вот то есть очень люди талантливые и кузьмин здесь же начинал в ресторане омут в общем-то московный он официально назывался у нас лэнги да ну кстати да пришло время вот сейчас но у нас как понять и мы о книге говорим о люберцах конечно же прежде всего об александре барыкине очень приятно что георгий не просто как сын хранит память до отца а делает все для того чтобы папа по-прежнему жил в творческом понимании это очень важно и должен сказать что не каждый сын не каждая дочь так поступают это такой даже не комплимент а просто констатация факта но хотелось бы узнать вот вы сказали барыкин люберцы я так понимаю что все таки родом он из другого города александр владимир родом из города березово это хотим и антимансийский край то очень далеко вот хотя его родитель то есть дедушка бабушка георгий они и сарловской области они из самого центра россии с волги советский совет был советский союз в то время и они уехали в березово потому что там открылся стекольный комбинат они были специалистами вот по так сказать изготовление изделия из стекла поэтому они уехали передавать свой опыт налаживать там производства что они не сами уехали или заставили обстоятельства потому что родилась у них дочка и вот но она умерла от пневмонии по моему было что я 4 8 месяцев всего на все и чтобы сбежать вот это от этой трагедии чтобы решили себя а ну и хочется напомнить что ведь как советское союзе там комбинат строили а времена в пост петровские времена скажем то туда ссылали прежде всего меньшиков самый известный сильный кто туда был отправлен там был похоронен и стоят там еще некоторые кресты которые ушли ну власть менялась но тем не менее это не совсем не помешало каким-то образом появится до георгий вашему там папе он вспоминал а березы или все-таки будут больше уже и как он любит са в итоге по больше вспоминала естественно любит са девятую школу 1 ансамбль аллегра вот как раз владимир встречался с друзьями вот владимир грандиозную работу выполнил встречался на ездил на электричке школьным друзьям общался с братом с родным с василием с моей мамой моя мама впервые согласилась я попросил она избегает или обстоятельства дать большое интервью для книги мам ты пойми что книга останется в вечности и пора уже рассказали люди будут на нее ориентироваться на этот литературный труд может быть какие вот для папы были любит он вспоминал потом как-то как он относился к этому тогда еще гулять это первая любовь то любит это первый ансамбль гитара а вот здесь недалеко парк люберецкий там было и знаменитые танцы куда градский приезжал даже петь и другие коллективы давали ну да да там марк захаров нашел аракс и вот длинку валять что такое любит жив на заметили венкоманский музыкальный коллектив там где потом считалось что такая музыка модная было иногда даже моднее чем сам театр был перед я думаю что не случайно власти города приняли решение назвать одну из улиц нашего города в честь барыкина это здорово ну вот такой вопрос насколько я знаю то люберцы это еще в какой степени обучения самой гитаре но мы же воспринимаем барыкина как и многих других музыкантов это парень с гитарой и я так понимаю что здесь он до получил эти первые разве есть до его первым учителем был такой андрей выпав вот гитарист очень хороший гитарист вот чем для меня он я восторгаюсь выпал прежде всего тем что когда карнавал распался когда ушел кузьмин так с этим с музыкантами с чернавским китаю в рыжовом из карнавала а вот первым кто пришел на помощь барыкину были ребята из любит этого андрей выпав он сам пошел и других но он был преподавателем работал кобзона по моему да немножко да получилось что он первые навыки мне но потом искал же георгии это несерьезно все надо идти в дк я пошел уже в дом культуры люберится у меня был потрясающий педагог скворцов посмотрели как папа играет как он репетировал он уезжал кто-то ну конечно я лучше играл извиняюсь я лучше играл то что мне были поставлены руки ну и занимался педагог а он уже больше такой классики а вот как мы говорили начинали на нас блатных аккордов но все зато зато научил кузьмина петь как бы это не за то что володя огне и тонировал они вот начали вместе работать где они познакомились кстати это владимир скажет потому что таких два человека вот редко после распада коллектива кто-то один становится до 2 а здесь мы это оба и соли вместе барыкин работал в веселых ребятах а кузьмин самотетах они в чем не руль дарма в тени года они ездили на совместные кастроли с первое деление самотета 2 еще и силу ребята буду попасть вот его что концерты были крайне интересные с это был совсем не то что показываю по советскому телевизору они веселились шутили фирмы взяли всякую только фирму только фирму у нас все-таки любили назван в провинции чтобы пели на русском языке что было понятно что дают вот и бывало так что мне рассказывали там музыканты там алешин малежек что вот было что уговаривали барыкин и лермана значит музыканты всех лет что вот веселый ребят ну хватит петь все это ответственность совок давайте будем петь настоящую музыку я думаю я даже альбом выпустили ну был такой такси да вот и у них такси там славотки шоу гави нога на поводу начало я слову давайте будем петь вот то что вы хотите они пели и этот концерт проходил как это в время говорили под звук собственных копыт поэтому на следующем славоткин означал все на что обратно были советские песни на русском языке и вот это снова овация по детьми грома под детьми интерты вот стук собственных копыт был не слышен и вот на этих концертах они познакомились потому что это были 20 уникальных человека два лидера своих коллектив вот и мне петя макиенко говорил это басист карнавал как многолетний басист карнавал который ты ездил с албаром и его последнюю поездку он говорил так что когда-то к сайту пусть мне как простят сам ответы но когда барыкина ходил на сцену началось тоже с ними пел да и кузьмин потом также я так полагаю что ансамбль сам ответа превращался в просто аккомпанирующий сосна да 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 лидер и лидер сейчас нам нужно сделать небольшую паузу это не печально говорить хочется очень много тем более даже смотрите песен в эфире нет а я уверен что у наших телезрителей под наш разговор идет трек песен в исполнении александра барыкина сейчас небольшая пауза и потом вернемся напомню что эта программа открытый диалог с вами николай певненко у нас гостях владимир марочкин советский российский журналист писатель кино сценарист автор книги александр барыкин портрет на фоне эпохи который вы к сожалению купить не сможете потому что ее уже разобрали ну будем настаивать на продолжение я тоже хочу получить такую книгу и георгий барыкин музыкант сан продюсер и чего уж там скрывать сын и не просто сына популяризатор творчество своего отца что вдвойне и втройне приятно тем более что я георгий еще помню мы сейчас вернемся к папиной биографии я помню ваши первые так сказать появление но там и или иначе потому что всегда же но следят за детьми да как там иногда говорит фраза такая что мол на детях отдыхают да а у георгия должен сказать что ведь вот в эта фраза sound producer и потому что я там еще и так далее я просто посмотрел почитал не очень большая музыкальная как мы выяснили в первой части и сколько как бы классический подход к музыке как говорили в наше время он знает ноты вот поэтому скажите пожалуйста прежде чем мы вернемся к чтобы мне не забыли вот папа как относился к вашему творчеству я знаю что вы с ним общались на эту тему якобы он вам там говорил по поводу что вот когда тебе будет там многотысячный стадион и такое же произошло правда не у нас насколько я это произошло в бразилии на самом деле такой курьезный случай мне было 19 лет и мы с моим другом пианистом принесли одну из песен исполненным на английском языке и папа так очень критически адрес походу языка тоже наручал когда я увижу у вас в круговую стадиону что собрались люди на вас посмотреть тогда я скажу что вывод на английском записали но это случилось да к сожалению уже не стало и буквально вот через три месяца я в сам паулу стоял на стадионе 15 тысяч человек пели мой мой припев или кавер версию западный а мой припев ну 15000 не на меня пришли если большой пил заваливайте времени это это произошло я вспомнил как раз слова отца вернут папа извини конечно но это случилось но если верить он наверно сверх тоже наблюдал там тоже свой зал он услышал эту песню я ему буквально перед его отъездом в оренбург где его не стало он услышал эти звуки он сказал ты хитрый я поменял позиции голосовые то есть прятал такой так афроамериканские всякие такие прием на эту профессиональность термина но тем не менее он сказал же на выяснили да что у вас вы какой творческого но мы еще вернемся к вот этому отца и дети в музыкальном плане но сейчас важно вот ансамбль веселые ребята мы же помним что такая была кузница кадров что сейчас только название со связанных со словом кадры вот что там яла борисовна ну теперь да вот и алексей глызин и александр бынов так со всеми я тоже когда-то пообщался и прям вот видно что ну это выходцы из какой-то определенной школы это павел слободкин и я помню что проходя по арбату мимо центра павла слободкина всегда вдруг тоже перед тобой вся эта плеяда это я еще не всех назвал упрямлялась спина когда как бы да как обзор сразу начинается да вот скажите уловить насколько веселые ребята понятно что вот что очень важно еще простите долгий вопрос они все лидеры а ему удалось собрать коллектив и потом понятно что для артистов иногда для зрителей распад коллектива иногда печалька как сейчас говорят но с другой стороны все время глызин сам по себе барыкин сам по себе причем пели в разных можно даже сказать направление что это за школа такая слободкин говорил что барыкин это лучший музыкант для веселых ребят он гордился им и гордился тем что он уйдя из коллектива смог вот стать таким этим можно гордиться когда от тебя уходит человек ну а он же ушел так стоит не допустим не сантехники не в следствии не даже не в авиастроителя он продолжил свою карьеру как певец и понятное дело что конечно слободкин дал ему некую школу его слободкин очень трепетно относился вот к к постановке образа к постановке голоса вот потому что даже так вот у него стояли в первом ряду красавцы музыканты и барыкин не попался под поначалу в первый раз у полгода пела за сцены бэк-мокал на ровно кстати да вот эти эту историю сейчас выясняется ну да мы многих не то что не за ну слышать то слышали но не видели радио более того так сказать и пугачёва полгода пела за кулисами то есть она сначала не пошла так ставится в примут хоть она вот пел как все как слободкин всем велел она это прямо такой жесткий отбор жесткие работы права ну да 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 заработай права каким он был как человек я его видел уже вот перед самым уходом мне показался он такой какой-то вот ну энергии как опыт лучезарный как вы это рассказывали про ливерецкий улок зашили я понимаю ну мы все осознаем что все-таки человек популярный и так далее можно же включить звезду да и как бы и светить а у кого такой деятельный так он что как куда и так далее каким он был он очень любил свою профессию любил свою музыку поэтому легковесно относился всяким документам сейчас до подбираю возникают всякие моменты но тем не менее он оставил колоссальное наследие немножко стал сильно религиозным в конце а почему наверно рок-н-ролл ты являешься как бы объектом желания более проще от нас искать вещами что я скажу у него своими у него риск он после чернобыля он чуть не потерял голос так что он болел он для певца голос потерять но это равно сильно смерти так сказать да куда ему идти и еще вот так сильно сантехники вот так сказать и я так полагаю что барыкин ли часть кстати вот пытаясь голос восстановить он и стал там молиться в богу и голос волос 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 за помним узнаете у нас были вот проекты концерты промоутеры прокатчики походили к нам вот как он будет петь как он будет сейчас услышать и у него при разговорной речи не смыкали связь или а когда он выходил включал гитару ему не нужен был никакой коллектив вообще мог один под гитару час сорок пять я помню он работал в краснодаре вот знаете и есть такая обычно своим студентам говорю что настоящая звезда настоящая да то есть это человек который выдает час сорок пять вот он живет у нас получает наслаждение а все же до концерта даже по за это жизнь это проблема но он ждет очередной встречи с песни со зрителями так далее то есть вот ему было там хорошо на этой сцене энергетика да это есть миссия артисты в этот момент он живет а все остальное вот вот я с абсолютно с георгием согласен но я не могу задать вам георгий и владимиру тоже вопрос очень важно для нас поклонников того времени когда мы еще не очень сильно разбирались что такое реги рок-н-ролл все было рок-н-ролл как известно а почему же сюда и кузьмин и барыкин разошлись в стороны кто виноват в этом это главный вопрос ты понедленно просто вы два сильных человека две такие мощные творческие личности которым просто тесно стало друг с другом пока они были в разных ансамбль к веселых и самоцвета могло показаться что они могли составить такую друг другу такую творческие значит пару тандем и творить переходный этап так ну да да вот и какой-то они и правда так творили как эти они вот создали новую волну до них свое собственное что-то ну да так же безусловно там какой-то мне кажется первый альбом дам даже сложно вычинять что так и делает маркин абсолютно новая музыка новая музыка так сайда она утра ждал буквально на глазах зрителей вот поэтому это было безумно интересно вот разошлись они потому что на первых действительно они были у каждого был свой какой-то образ представления музыки вот и во-вторых барыкин тяготел к реги и новой волне кузьмин к блюзу и традиционному от скульным уроку вот поэтому вот немножко даже в творческом моменте они расходились и конечно то что они разошлись это не трагедия мы получили 2 а сначала мы получать соединение потом георгий ну а они общались вот конечно общались и выступали в мячик пели все эти песни спорт лото лучше и вспоминать вот то есть была такая история еще такой вопрос возвращаемся к теме в творчество сегодня огромное количество музыкантов назовем это так да или людей которые думают что они музыка большое количество тем более вы как сам продюсер наверняка знаете что стал козда если чек хотя бы чуть-чуть поют в принципе уже можно даже рассчитывать на очень большой успех если он продюсер поработает или только вот и продюсер тоже вот у меня такой вопрос все-таки александр успел застать этот период появление когда я помню песня года и люди с открытым ртом смотрели и ждали потому что или там концерт дню милиции на потом свобода здорово замечательно но куда-то вдруг еще за творчество вот что не он об этом думал о тех людях или как считал что каждый занимается своим делом он больше был сфокусирован на себе потому что он всегда работал с поэзией они были какие-то томики находил для себя одно или два стихотворения там великих поэтов таких как мандельштам лермонтов сурру слов там я могу читал то есть я читал это я кстати вот мы недавно это обсуждали это очень важный такой факт его карьере в целом человек был целеустремленный но как личность он был все вокруг себя но это и правильно поэтому он стал барыкином мне мама иногда говорит знаешь почему что потому что вот он был таким поэтому он стал личностью на которой ориентируются вокалисты уже современные многие не знают мне многие говорят что я не знал что он так пел я думаю всего две песни минуты а как же больше не встречу песня матьевского колорозе гранов вот кстати это тоже сейчас диск ступень я вспоминаю который такой конечно там с он такой как-то тебя со старой действий но к сожалению коллеги время подходит к финалу вот я такой неожиданный вопрос возникает мы в начале первой части говорили что вот есть улица у нас до барыкина у нас есть памятник николай расторгу его вроде бы наконец-то сфотографировал сон возле своего вот этого до изгояния вот все-таки барыкин имеет непосредственно отношение к люберцам и может быть как-то тоже появится что-то подобное вот идут такие разговоры не идут но может память памятник он был бы кстати так сильно силу любит барыкин 10 улиц на чтобы быть по идее памятника и хотя бы там доска мемориальные там или на девятой школе и на доме где он живут и сайт на октябрьском простите пекте вот он ступи я думаю что это я вас обрадую инициативная группа создана граждан и вы в группе вопрос нет я как не имеете права этот вопрос рассматривается будем надеяться что 400-летию нашего города появится я считаю что мы наверно тоже от своего имени сейчас не имею права телеканал выступать своего имени я был бы очень рад чтобы появился такой памятник я бы обязательно к нему подошел особенно когда ты человеком общался в живую это первое второе песни этого человека этого в общем-то творческой единицы до живут в тебе и то время которым и молодость естественно и вот этот переход из одного станет другой она конечно бесценно александр барыкин портрет на фоне эпохи книга который написал владимир владимирович я так понимаю вот вы сегодня по нашему интервью поняли что там очень много интересного докопался до всего вот поэтому ждем продолжение тиража я жду свой экземпляр за деньги готов заплатить без фонархов с автографом ну и георгий барыкин а я вас георгий хочу пригласить давайте как-нибудь один на поговорим о вашем творчестве потому что для вас сам продюсер это такой знаете айти музыкант какой-то он где-то спрятан и так далее тем более что еще раз говорю мы помним ваши тоже первые начинания и конечно знаем что у вас тоже уже богатый такой опыт тем более вы очень неплохо то работали и с иностранным языком насколько мне известно две мои песни были в билборде в бразилии были мировые хиты в танцевальной индустрии мировые хиты были да спасибо вам огромное я еще хочу сказать что 29 марта 16.00 музейно-высточном комплексе в люберсах все смогут прийти пообщаться с нашим автором и кстати непосредственно который там скорее все продолжить общение вот так что если вам еще что-то хочется узнать и об александре барыкине и о наших гостях приходите но на этом программа заканчивается владимир марочкин советский российский журналист писатель кино сценарист георгий барыкин музыкант саунд-продюсер и человек который бережно хранит историю своего отца спасибо вам большое вам удачи успехов будем ждать памятник а это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко и как попел из песни я долго буду гнать велосипед и буду вечно молодым до свидания а